Матери денег и крупным штрафом могут обернуться незаконные маневры с материнским капиталом. В арсенале мошенников десятки схем обналичивания денег, и в них все чаще участвуют жители республики. Одни осознанно, другие по незнанию. Но это не освобождает последних от ответственности. Подробности в рубрике «Правовой ликбез». Интернет пестрит предложениями о покупке или обналичивании материнского капитала. Все они незаконны, и, как показывает судебная практика, в конечном счете совсем невыгодны. Важно помнить, что такие предложения считаются мошенничеством, а владельцы сертификатов становятся соучастниками преступления. Дорого купить материнский капитал обещают недобросовестные фирмы. По закону все операции с ним должны производиться только в безналичной форме. А использовать его разрешается на ограниченные цели – на оплату обучения ребенка, на пенсию матери или на улучшение жилищных условий. Последние мошенники часто используют в своих целях. Например, предлагают купить аварийное жилье в кредит. Пенсионный фонд, увидев, что да, это приобретение жилья, на его взгляд, это все законно, они же не выезжают, не проверяют на самом деле этот объект. И деньги материнского капитала перечисляют в эту организацию, где родитель получил займ. Займ на организации деньги присвоила себе, жилья фактически нет, оно совершенно непригодное. И в результате человек может оказаться без всего. Еще одна распространенная схема – покупка жилья у родственников. После регистрации деньги перечисляют продавцу, который отдает их владельцу сертификата. При этом бывший хозяин продолжает жить в своем доме. Обычно для этих целей приглашают близких родственников. Схем обналичиванием от капитала десятки. Это и предоставление фальшивых сведений о рождении, и даже покупка несуществующего имущества. Вот только в результате можно не только лишиться денег, но и попасть в ситуацию, когда придется погашать банковские проценты или платить штраф до 500 тысяч рублей. Крайние меры – лишение свободы на срок до 10 лет.